Согласно модели Stock2Flow, которая никогда не подводила, нас ждет продолжение цикла роста биткоина. И сейчас мы находимся примерно в его середине, то есть коррекция, которая должна была быть, она состоялась и нас ждет подъем. Также мы поговорим про модель Stock2Flow, который, возможно ли, применим к XRP токену. Усаживайтесь поудобнее, ну а мы начнем. Что касается рынка криптовалют, биткоин и альткоины взяли реванш небольшой после падения, сейчас биткоин вырос за сутки на 2%, эфириум на 7%, а до кардана на 8%, некоторые даже на 16%, что, кстати, неплохо. Если мы говорим про полную капитализацию рынка криптовалют, конечно, здесь должен был быть рост куда больше на данный момент, но я считаю, что еще не все позади. Я считаю, что мы можем с вами еще вырасти куда больше, да, и модель Stock2Flow показывает нам, что мы еще после данного падения еще пойдем в рост. Некоторые спрашивают, может ли модель Stock2Flow применима к XRP быть? Ну, на самом деле, к сожалению, нет. И сейчас мы разберемся, почему. Есть несколько факторов, да, и если мы говорим про модель Stock2Flow, почему же она не применима на эфириум и XRP? Кстати, XRP не единый, почему уже, значит, не применим к нему, а даже к эфириуму не применима данная модель. То генеральный директор XRP и эфириум, он может изменять поток, то есть он может печатать новые монеты по своему усмотрению, поэтому истуфи здесь не применим. Эти монеты имеют другую ценность, основанную на полезности, а не на денежной премии, основанной на дефиците. То есть, почему, значит, конечно же, модель Stock2Flow, она применима к биткоину, потому что он имеет дефицит. Кстати, дефицит имеет не только один биткоин, имеют и другие альткоины, которые, конечно же, технологичны в разы, да, но, тем не менее, значит, здесь мы тоже можем наблюдать такие монеты, которые не имеют данного дефицита. Да, действительно, у них всего эмиссия может быть, как у Waves, 105 миллионов монет, но, тем не менее, здесь мы видим технологичный продукт и имеем довольно-таки интересное дело с данным проектом. Например, данный проект рос очень хорошо. Все мы знаем, что Waves – это старожила также рынка, находится он на рынке с 2016 года. У него есть собственная биржа. Кстати, недавно Waves Exchange, то есть официальная платформа токена Waves, она запустила новую программу инвестиций и ожидаемый доход с нее будет в 63,7%. А максимальная просадка профиля инвестора не может составить больше 10%. Такая прибыль достигается использованием стратегии с самым низким риском по сравнению с другими стратегиями алгоритмической торговли. По сути, здесь речь идет о ламбокоине. Он не слишком популярен для торговли, но чертовски прибыльный для ламбоинвесторов. Благодаря росту цены этого ламбокоина инвесторы заработали 5,2% от своих инвестиций за всего 24 часа. Кстати, здесь нужно отметить, что в конце каждого дня, значит, здесь вы можете забрать свою прибыль. И кроме этого, каждый инвестор имеет гарантированную прибыль 63,7% ГДВ. Поэтому такие возможности гарантируются каждому участнику программы ламбоинвестиции. По сути, у Waves платформы есть разные инвестиционные программы, например, liquidity pooling или algotrading. Ламбоинвестиции – это программа алгоритмической торговли, и она наименее рискованная по сравнению с остальными программами Waves. Максимальная просадка профиля инвестора не может ставить больше 10%. Здесь вы покупаете просто ламбо за USDT. Эти деньги используются для алгоритмической торговли со стратегией низкого риска на самых разных DEX. Чем больше денег вы инвестировали, тем больше ваш процент прибыли от торговли. А чем больше прибыль, тем дороже будет стоить ламбокоин. В конце каждого дня вы можете без проблем вывести свой заработок, обменяв свои ламбокоины на USDT. Поэтому, например, при инвестиции в 3000$ ежедневный доход, который вы, кстати, напомню, можете забрать, составит 5.23$. Ежемесячный доход составит 159.25$. Ну а годовой доход составит 1911.0$. При этом нужно понимать, что есть фиксированный предел риска, то есть просадка ассета USDT LAMBO не может составить больше 10% и также присутствует круглосуточная поддержка. Ну и нельзя забывать то, что это наименее рискованная стратегия алгоритм торговли, предлагаемая WAVES. По сути, хеджирование на рынке довольно-таки выгодно. Ну, например, вы можете выиграть свой собственный настоящий Lamborghini Huracan таким образом. Поэтому держать все деньги в биткоине, конечно же, не самая лучшая затея. А вот хеджируясь в стейблкоины, тоже не нужно оставлять их лежать без дела. Тем более, когда есть возможность инвестировать в стейкинг от WAVES Exchange и получать пассивный доход. Поэтому здесь определенно мы с вами можем подвести итог, что все это, конечно же, выглядит довольно-таки привлекательным. Но нужно помнить, конечно же, о рисках, о том, что не нужно заходить на всю котлету. И я считаю, что в рамках хеджа какие-то денежные средства здесь можно, конечно же, выделить и попробовать. Ну, а ссылку, если что, я оставлю в описании. Поэтому, если мы говорим о модели Stock to Flow, она, конечно, очень хороша. И она нужна для тех, кто порой смотрит на рынок криптовалют и видит биткоин в просадке. Действительно, по этой модели мы получаем всегда подтверждение того, что рост так или иначе есть. Он будет и никуда от него не деться. Но здесь эта модель неприменима к альткоинам, которые имеют неограниченную эмиссию или имеют владельцев, которые могут, опять-таки, напечатать эти альткоины. Потому как модель, она основана на ограниченности эмиссии того или иного инструмента, да, как мы поняли. И невозможности печатания новых, в данном случае, биткоинов. Поэтому здесь эмиссия биткоина, конечно, у нас 21 миллион. Часть биткоинов, напомню вам, что оно потеряно. Часть биткоинов, возможно, изъята и так далее и тому подобное. Замороженная, да. Но по итогу мы имеем на присущий момент времени 18 миллионов 718 тысяч 618 биткоинов в обращении. И это пока что на данный момент. Завтра, конечно же, будет больше с учетом майнинга криптовалюты и появления новых биткоинов. Подводя итоги рынка криптовалют, можно сказать, что за последнее время мы видим, что рынок восстанавливается. После падения мы видим характерную коррекцию к данному падению. Считаю, что биткоин вполне может достигнуть отметки 46-45 тысяч долларов за одну единицу. И при этом мы можем констатировать тот факт, что при поднятии цены биткоина, значит, индекс страха и жадности самого биткоина будет показывать на мной, как и крипторынка, он будет показывать больше склонность к жадности. То есть, значение будет расти. И вот когда будет эйфория, вам нужно будет попробовать либо продать криптоактивы и потом перезакупиться, либо ничего не делать. И согласно модели сток-то-флоу, конечно же, ждать, что тоже неплохая идея. У нас был Криптов Ти. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. Продолжение следует...